Привет, друзья! Вы снова на канале Китайские Штучки. И сегодня я решил вам показать, какие же модели автомобильных видеорегистраторов пользуются популярностью на Алиэкспресс. Анализируя количество заказов и отзывы покупателей, я собрал для вас топ самых популярных видеорегистраторов. В данный обзор были включены 10 самых популярных и покупаемых моделей, представленных на Алиэкспресс. Как всегда, все ссылки на представленные модели будут в описании под этим видео. Ну и поехали! Да, и пока не забыл, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Это стимулирует меня работать для вас. На 10-й позиции у нас видеорегистратор от бренда Алоэ. Этот симпатичный малыш в тонком корпусе может вполне неплохо снимать видео в HD-качестве. При этом он еще имеет 4-дюймовый экран, размера которого вам будет вполне достаточно для первоначального просмотра отснятого материала. Устройство имеет объектив с углом обзора 170 градусов, ведет циклическую запись на карты памяти типа microSD. Само собой, в видеорегистраторе присутствует такой набор функций, как датчик удара и возможность отключения микрофона. И кстати, в комплекте с данным видеорегистратором вы также можете сразу приобрести и камеру заднего вида с кабелем для подключения, что обойдется вам всего лишь 44 доллара. На 9-й позиции у нас видеорегистратор Asdom GS-H3. Данная модель примечательна тем, что она имеет встроенный модуль GPS и поддержку технологии Wi-Fi. А это значит, что устройство в автоматическом режиме способно фиксировать и отображать на видео вашу скорость движения и ваше местонахождение. При этом все отснятое видео вы сможете транслировать на свой смартфон, используя специальное приложение. Еще одним безусловным плюсом данной модели является тот факт, что видео можно снимать в формате 4К. По заявлению производителя, видеорегистратор способен вести очень качественную видеосъемку в ночное время, благодаря использованию специального сенсора и технологии обработки изображения. Также устройство оснащено монитором парковки, датчиком движения и датчиком удара. Также, как и предыдущие модели, вы сразу можете заказать в комплекте камеру заднего вида. Полный комплект обойдется вам 80 долларов. Ну и хочу вам показать образцы видео, снятые этим видеорегистратором. Как вы сами можете убедиться, качество съемки действительно весьма достойное. Продолжение следует... Дальше у нас идет бюджетная модель по DOFU A1 MINI. Точно такой же, вот уже почти два года, я использую в своем автомобиле. И вполне им доволен. Устройство имеет объектив с углом обзора 140 градусов. Есть возможность введения записи в HD-качестве с разрешением 1920 на 1080. Но, исходя из собственного опыта использования, я бы не советовал выставлять максимальное качество съемки, а рекомендовал бы использовать обычный VGA формат с разрешением 640 на 480. Так как видеорегистратор является бюджетным, и его оптика не рассчитана на HD-качество. Здесь оно, по сути, достигается лишь за счет цифровой интерполяции, что не самым лучшим образом сказывается на качестве видео. А для того, чтобы разобраться в дорожной обстановке, разрешения 640 на 480 вполне достаточно. И в этом разрешении качество съемки будет получше. Стоит видеорегистратор в районе 30 долларов. На седьмом месте у нас идет компактный видеорегистратор от бренда 17May. Этот малыш имеет объектив с углом обзора 130 градусов, пишет видео в HD-формате и оснащен встроенным Wi-Fi-модулем. Так как на этом видеорегистраторе полностью отсутствует хоть какой-либо дисплей, то посмотреть запись вы сможете на экране своего смартфона, используя специальное приложение и соединившись с устройством через Wi-Fi. Остальной же функционал у него вполне стандартный. Встроенный литиевый аккумулятор на 240 мАч, датчик удара, функция отключения микрофона. Сама же камера здесь на 2 Мп. Но при этом, как заявляет производитель, матрица здесь от компании Sony. Цена видеорегистратора колеблется в диапазоне 35-66 долларов. Примеры видео Далее у нас идет одна из вариаций автомобильного видеорегистратора в форме автомобильного зеркала заднего вида. Эта модель у нас представлена брендом Ayayay. С помощью специального кронштейна регистратор крепится к оригинальному зеркалу, тем самым замещая его. Объектив камеры располагается на тыльной стороне слева и дает угол обзора почти 140 градусов. При этом дисплеем регистратора служит отражающая часть зеркала, посредине которой при необходимости вы можете включить в монтированный дисплей. Что касается технической начинки, то здесь мы имеем возможность съемки в Full HD качестве, матрицу камеры от компании Sony и встроенный модуль Wi-Fi для передачи видео на ваш смартфон. Как недостаток этой конструкции, я бы, пожалуй, отметил ее неподвижность из-за ее крепления на штатное зеркало. Это лишает вас возможности повернуть объектив видеорегистратора в нужном вам направлении и снимать, к примеру, разговор с инспектором ДПС. На этом мое субъективное мнение. В целом же это вполне достойный аппарат. Кстати, вместе с ним также можете приобрести камеру заднего вида в комплекте. Весь комплект вам обойдется около 100 долларов. Ну а здесь у нас идет бюджетная версия видеорегистратора в форме зеркала от бренда E-Eyes. Итак, здесь мы имеем объектив с углом обзора 170 градусов. Производитель заявляет возможность записи в HD-качестве, но при этом заявленное разрешение камеры всего 1,2 мегапикселя. Поэтому HD-качество съемки здесь будет возможным лишь с помощью цифровой интерполяции. Но учитывая цену этого устройства, это вполне обоснованно. По функционалу все стандартно. Датчик удара и отключения микрофона. Также датчик движения. Самая большая радость здесь, конечно, это цена устройства. Оно вам обойдется 40 долларов, и это в комплекте с камерой заднего вида. Продолжение следует... Далее у нас идет еще один представитель бюджетного сегмента. Это под Офо А2. Видеорегистратор может нас порадовать возможностью съемки в HD-качестве с углом обзора объектива в 140 градусов. Снимает видео он в AV-формате, имеет встроенный датчик движения, датчик удара, а также на выбор 4 возможных разрешения видео и аккумулятор небольшой емкости. Дисплей размером 2,7 дюйма с соотношением сторон 16 на 9 имеет LTPC-матрицу, которая обеспечит возможность просмотра отснятого материала в приличном качестве. Простое и удобное крепление позволит вам в любой момент снять видеорегистратор, а также поворачивать его в различных направлениях. Однако по своему опыту скажу, что со временем с такого типа крепления регистратор начнет слетать от дорожных вибраций. Решается проблема путем наклеивания маленького кусочка скотча на стыке регистратора и крепежного элемента. Это как маленький лайфхак, если вы вдруг надумаете купить данную модель. Стоит она в диапазоне от 20 до 30 долларов. На третьей позиции у нас модель MaruBox M600R. Данная модель у нас не относится к бюджетному сегменту. Ее цена стартует со 112 долларов, и естественно этот факт положительно отразился на ее функционале. Данный девайс построен на базе широкоизвестного чипсета Amborello. Имеет широкоугольный объектив с углом обзора 170 градусов. Видео пишется в формате MPEG-4 с поддержкой Full HD. Видеорегистратор имеет встроенный GPS-модуль и может записывать скорость движения и координаты автомобиля. Кроме того, видеорегистратор может параллельно записывать весь маршрут движения по GPS-координатам. Также модель имеет встроенный радар-детектор, который может обнаруживать и распознавать стационарные камеры и измерители скорости, установленные на дороге. При этом производитель заявляет, что видеорегистратор имеет в своем распоряжении целую базу данных с координатами расположения стационарных систем измерения скорости. Ну и само собой, в арсенале данной модели присутствует Датчик удара, датчик движения и TFT-дисплей на 2,7 дюйма. Итак, на второй позиции у нас идет модель среднебюджетного сегмента. Ее цена колеблется от 50 до 65 долларов. Это у нас Янсу Наш-7. В комплекте с ним производитель также предлагает сразу приобрести камеру заднего вида. Видеорегистратор имеет объектив с углом обзора 170 градусов и датчиком от Sony. С возможностью съемки в Full HD. Видео пишется в MOV формате. Модель оснащена довольно приличным 4-дюймовым IPC дисплеем, что позволит вам довольно комфортно просматривать на видеорегистраторе снятый материал. Ну а теперь две самые приятные плюшки этого девайса. Это наличие системы ADAS. Эта система распознает препятствия перед автомобилем, и когда расстояние стремительно сокращается, становится угрожающим, система издает звуковой сигнал, чтобы обратить внимание водителя на опасность. И вторая система LDVC. А простым говоря языком, это контроль полосы движения. Если автомобиль отклоняется от своей полосы движения, также срабатывает звуковой сигнал. Объективности ради скажу, что насколько адекватно работают эти две системы, я не знаю, но они здесь есть. И модель довольно популярна среди покупателей Алиэкспресс. Ну и собственно примеры видеосъемки. Ну и наш лидер. Первое заслуженное место в нашем обзоре занимает вот этот красавец от бренда Xiaomi. Это у нас Xiaomi Yasmart. Итак, модель оснащена широкоугольным стеклянным объективом с углом обзора 165 градусов. Поддержка съемки видео в форматах HD и Ultra HD. Высококачественное изображение даже в темное время суток. Видеорегистратор имеет LCD-дисплей на 2,7 дюйма, чтобы просмотреть отснятый материал. Но лучше это сделать на ноутбуке или экране вашего смартфона, так как благодаря встроенному Wi-Fi модулю, который имеется в регистраторе, вы без труда сможете перебросить отснятый материал на нужное вам устройство. Также не лишней будет и система ADAS, которая просигнализирует водитель в случае появления неожиданного препятствия. Здесь она, кстати, имеет целых три уровня чувствительности, и вы всегда сможете без труда настроить ее под свой стиль вождения. Ну а теперь о цене регистратора. Стоит эта модель довольно вменяемых денег, от 53 до 74 долларов. Ну и маленький пример снятого видео. Ну а на этом у меня все. Вы знаете, что делать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете о представленных видеомоделях видеорегистраторов. Всем пока!